Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Оксана Серехова. Сегодня более детально мы рассмотрим четыре базовых типажа у Twin Larsen. Вообще типажей на самом деле 21, хотя многие источники пишут в том, что 20, но есть у нее, если верить ее же личному сайту, 21 типаж. Это такой, знаете, как сюрприз-сюрприз, чертик собакерки. Мы более подробно о нем поговорим чуть дальше. Давайте начнем с базы, начнем с основных правил. Так вот, базовых есть четыре типажа. Это драматик, натурал, романтик и гамин. Еще раз прошу вас не путать с определением по типажам Киби, потому что во многих из этих типажей вообще ничего общего. Смотрите, как меняется. Обратите внимание на эту картинку. То есть, драматик это рост около метр семьдесят пять и выше, натурал это рост около метр семьдесят и выше, романтик порядка метр шестьдесят пять и гамин от метр шестьдесят до метр шестьдесят пять или чуть меньше чем метр шестьдесят. Давайте теперь по деталям. Начнем, пожалуй, с драматика. Сбалансированная фигура каким образом? То есть, женщины такого рода достаточно статны. Ну, обратите внимание, даже на рост. Рост обязывает. Они статны, как по-нашему говорят. Доминирование щитовидной железы, поэтому ее называют Т-тип. Еще Ларсон дает психоделический тип. То есть, это человек такой, знаете, веселый, такой, жизнь как праздник. И развито, хорошо уже заложено с самого рождения образное мышление. И обратите внимание, основу по картинкам она приводит примеры. Женщины у нее, конечно, все стройняшки. В жизни выглядят все, конечно, по-разному. Но даже независимо от цвета кожи, длины волос и так далее, все они по миру женщины очень между собой похожи. Вот этими именно показателями. Лисо у них более удлиненное и при этом на таком же лице прямые брови. То есть, ну, практически самостоятельно от природы не бывают брови. Как бы какая бы ни была бы мода, растут брови более прямым. Потому что к прямым глазам, таким миндалевидным, соответственно, нужны и прямые брови. В природе нет ничего случайного. Длинный нос, достаточно широкий рот. Вспомните Анжелину Джоли. Все хотят губы Анжелины Джоли, но у Джоли само по себе что? У нее рот большой. То есть, вот широкий рот из от природы, такие данные. И при таком роте могут быть либо узкие губы, либо средние губы, не имеет значения. Но удлиненный подбородок. Набор веса у драматиков на талии, бедра, верхняя часть ног, ягодицы. Со временем, что интересно, грудь может становиться больше. Но фигура в целом становится более тяжелой, ниже пояса. Более детально можно рассмотреть вот эту картинку также. То есть, достаточно, обратите внимание, длинные руки. То есть, это у женщин, у которых, которые могут жаловаться о том, что у них короткие рукава. Но к таким длинным рукам у них еще и длинные, соответственно, ножки. И у них же, соответственно, длинные ступни тоже. То есть, это размер ноги. Высокому росту вполне разумно дается размер ноги больше, чем 38. Следующий идет натурал. Натурал это рост, внимание, около метр семьдесят. А вот у них уже начинается, у натуралов более округлые, красивые, тем не менее, фигуры и лицо. И фигура немного тяжелее выше пояса. Обратите внимание, здесь доминирование, судя, если верить на Ларсов, доминирование ногпочечников, поэтому она называет это А-тип. Такие женщины очень выносливы. У них устойчивая физическая энергия. Что это значит? Это значит, что они выносливы не только в жизни, они выносливы на работе, они выносливы и в спорте. Это девочки, которым очень показан спорт. Это девочки, которые хорошо себя чувствуют поднятием тяжестей, у них очень развит плечевой пояс и здесь достаточно устойчивая физическая энергия и логическое развитое логическое мышление. А что дальше? Такие женщины ориентированы на работу. Жизнь это проект. Они любят ставить себе цели, максимально полноценно выкладываясь. Первая картинка это размер натуралов с 12 по 14. То есть это поменьше размер и на второй картинке пририсованы уже тенями животики. То есть это по располнейшей натуралу. Это девочки, у которых широкие плечи, то есть у них хорошо развит плечевой пояс. А если широкие плечи, то соответственно большая округлая грудь. Это крупная грудная клетка и при этом не выраженные талии, средние бедра и плоские ягодицы. А теперь прокрутите в голове все вот эти показатели и вы поймете, что это фигура перевернутого треугольника. Перевернутого треугольника или еще как называют морковки. У них еще достаточно длинная талия, что разумно при плоских ягодицах. То есть она не выраженная и кажется, что она плавно перетекает в ягодицы. Но при этом внимание, широкие кисти рук и ступни. Набор веса распределяется таким образом. Грудная клетка, спина и низ живота. Вот те самые ненавистные фланки или крылья на спине, вот чаще всего поражают девочек этого типа, натуралов. Но они здорово смотрятся в юности, но потом нужно будет над этим работать. У них достаточно широкое лицо, у них плавно изогнутые брови, у них широко посаженные, как Твин Ларсон пишет, мудрые глаза. Что значит широко посаженные? По золотому сечению вообще между глазами должен поместиться еще один глаз. Но не всегда так бывает, к сожалению. И если глаза широко посаженные, то между глазами мы подоставляем еще один и еще остается место. Вот это и есть широко посаженные глаза. Но это не удивительно, ведь у натуралов широкое лицо. То есть все опять-таки разумно. У них, внимание, отличительная особенность – широкий нос. Что вы уже даже по девочкам можете определить еще до того, как ей станет 21 год. Широкие носы при этом, обратите внимание, достаточно полные губы. У них широкая нижняя челюсть и сильный крепкий подбородок. У них даже если они и полнеют, то по большей части вверху. То есть у них прибавляется грудь, у них прибавляются плечи, у них прибавляются руки и так далее. Но в целом низ остается таким вот деликатным. Соответственно, сюда будет и подбор рекомендаций в одежде тоже. То есть, снова повторяем, это широкое лицо, это достаточно широкие плечи, это достаточно большая выраженная грудь. И руки не такие уже длинные, как у драматиков, чуть покороче, примерно ниже середины бедра. Но руки при этом широкие, и ступни широкие. Вот эти вот такие вот особенности. С набором веса – это бюст, это спина, это верхняя часть, может быть низ живота. Дальше еще спускаемся по росту ниже и переходим к романтикам. Джей тип – это деликатно округлые красивые фигуры лицо. Это средний рост, около метр шестьдесят пять. Фигура у романтиков немного тяжелее ниже пояса. Здесь уже доминирование яичников, поэтому называется джей тип. Она больше, такие женщины предназначены для воспитания, для семьи. Они всегда задаются наперед вопросом, а что им нужно, а что за этим стоит. То есть, более развитая интуиция уже с самого рождения, и чувства ориентированы на жизнь любящих людей, то есть на ценности внутри семьи. Давайте рассмотрим более детально все же фигуру романтиков. Давайте посмотрим и на тех, кто более стройный, и на тех, кто более курпулентных фор. И там, и там можно встретить романтиков. Но в целом это маленькая голова, это мелкие черты лица, это маленькая округлая грудь и маленькая грудная клетка. Достаточно заметная талия. Почему? Да потому что пухлые ягодицы. Как вы думаете, какой это тип фигуры? Треугольник, конечно, или если переводим на фрукты и овощи, то это типичная груша. Как набирается вес? Набирается, соответственно, по бедрам, по ягодицам, по верхней части ног, так называемой ляжки. И фигура становится более тяжелой ниже пояса. Повторюсь, это маленькое лицо. И теперь смотрите по бровям. Вот у них маленькие, как Твин Ларсон пишет, кукольные глаза. То есть они кругленькие, округлые. Соответственно, округлым глазам природа дала точно округлые брови. Все разумно. Маленький нос, маленький рот. Если посмотреть в несомкнутом положении губ, то линия между верхней и нижней губой будет прямая. И при этом достаточно широкая нижняя челюсть и маленький подбородок. Итак, маленькое лицо и маленькие части лица на нем. При этом средние плечи, чуть более тяжелая ниже пояса фигура, маленькая грудная клетка и маленькая округлая грудь. Средняя длина рук, все такое среднее на свой возраст. И маленькие ступни, достаточно маленькие, маленькие кисти рук. И могут быть такие более округлые. Также обратите внимание на свои ногти. Они тоже не вытянутые, а такие будут более округлые. Теперь переходим к последнему базовому типу под Вин Ларсен. Это гамины. Итак, гамины под Вин Ларсен, кто это такие за женщины? Это деликатно угловатые красивые фигуры и лицо. Вот здесь вот слово главное, это деликатно на самом деле. Это девочки, девушки, женщины ростом от метр шестьдесят или что-то около в этом духе до метр шестьдесят пять. Это достаточно узкая фигура маленькой девочки. Почему тут слово девочки? Потому что доминирование гипофиза, а гипофиза это все-таки часть головного мозга, поэтому называется P-тип. И такие женщины предназначены больше для размышлений, для анализов. А теперь внимание на типы фигур. Что значит грудь маленькой девочки? На это хочется обратить внимание особенное. На то, что грудь не выраженная по большей части. Но при этом маленькая грудная клетка может быть. Здесь плюс-минус. Бывает на достаточно широкой глютровой клетке маленькая грудь, это тоже подтипаж гаминов. И при этом невыраженная талия. То есть это узкие бедра и остающиеся даже с возрастом плоские ягодицы. Вот читая вот это описание, маленькая грудь, маленькая грудная клетка, невыраженная талия, узкие бедра, плоские ягодицы, что мы видим? Мы видим прямоугольник. Прямоугольник, если это стройное, то это называют колонной. Если же располневший прямоугольник, это просто остается прямоугольник. Но в целом, вот то, на что не обращают другие виды типирования, то, что у гаминов очень тонкие и деликатные кисти рук и ступень. Девочки, это действительно достоинство, которое сохраняется с годами. Если вы относитесь к такому типажу, обратите внимание на свои кисти. То есть пальцы деликатные, вытянутые. Ногти по большей части не округлые, а тоже такие удлиненные. Такие, знаете, как руки пианисток. Набор веса, как я уже сказала, идет равномерно повсюду. То есть вполне все, включая кисти рук, ступни, подбородок, верх живота. Равномерно абсолютно. И не выделяется какая-то одна часть. И фигура просто из узкой может превратиться в более широкую. То есть была стройная колонна, получился просто прямоугольничек. Но при этом достаточно крупная голова и высокий лоб. Брови здесь дополняют глаза, потому что только у гаминов большие детские глаза. Просто large. То есть здесь огромные детские распахнутые глаза. Тоже еще одно дополнение к гаминам. Соответственно, к такому лицу нужны брови в форме крыльев. Они не могут никогда быть прямыми. И у них достаточно тонкий, деликатный нос. Род сам по себе маленький, губы сложены бантиком. Все очень гармонично и при этом заостренный подбородок. Вот, кстати, у гаминов есть два типажа у ларса. Такой более один мальчишеский, как флэмбаян гамин. А второй такой более классический. Итак, снова смотрим картинку в профиле в анфас по гаминам. И видим, что это очень узкие плечи. Хотя может быть развить хорошо плечевой пояс. Но при этом все равно будет сохраняться очень деликатными и узкими бедра, и ягодицы. Это маленькие руки, это маленькие ступни. Но здесь, повторюсь, главное слово все же это деликатность. Теперь показываю вам напоследок самую роскошную картинку по сравнению всех типажей. Посмотрите, здесь мы сравниваем типажи всех четырех базовых по Твин Ларсон. И будем рассматривать более детально, чем же они отличаются. Смотрим снизу. Смотрите, драматик, да, а потом идет натурал. То есть по росту, помните, да, метр семьдесят пять и выше этот драматик. И здесь уже такие более вытянутые брови, соответственно, более узкие глаза. Мендельвидные, как я их называю, а Твин Ларсон называют майсцериус. То есть это такие загадочные, загадочные. Они могут достаточно глубоко посажены, от чего сохраняют свою загадочность. И обратите внимание, длинный нос и достаточно большой рот и узкие губы. А теперь, смотрите, вот натурал выше. Видите, были длинные глаза, они становятся, от драматика к натуралу становятся более округлыми. И губы становятся более округлыми. Видите, и нос, самое главное, нос, он широкий. А смотрите, как меняются брови. Вот такой вот с изломом бровь все же красивее, более натуралом, нежели драматиком. Потому что у драматиков глаза более вытянутые. Это тоже нужно учитывать. Теперь переходим к романтикам, снова ниже по росту. То есть уже, видите, маленькие округлые глаза. Но у них маленький носик, очень часто вздернутый носик такой. И здесь еще также, соответственно, округлые брови. Округлые, потому что округлые глаза, разумно, что округлые брови. А вот губки могут быть чуть пухлее, чуть меньше, чуть больше. Но в целом маленький рот. И смотрим гамины. Последняя картинка гаминов сравнительной характеристикой. Посмотрите, как меняются глаза. У гаминов самые большие от всех, ну, может быть, тут в данном случае у драматиков тоже. Просто они в длину вытянуты. Но они самые округлые, большие. Соответственно, брови уже будут в виде такой вот, как крыла, да, с приподнятым хвостиком. Хотя не факт, что вот этот вот хвостик со временем остается, он просто со временем, он исчезает, знаю, по себе. И приходится его там дорисовывать или использовать какие-то еще другие методы косметологии. Сравните носы всех четырех типажей. Видите? То есть, по большей части вот такой вот вытянутый кончик, вытянутый кончик носа у кого? У драматиков и у гаминов. Только он здесь в данном случае деликатный. То есть, ну, понятное дело, что он же маленькое лицо, соответственно, и маленький деликатный будет носик. Именно по этой причине я много что хотела бы поменять в своей внешности. Если меня вспомнить, так еще и так лет там, я не знаю, 15 назад у меня были очень большие претензии к своей внешности. Но мой нос мне нравился всегда. И нравится по сей день. Да потому что природа, он деликатный, и, соответственно, что его трогать? Он прекрасен. И вот здесь по форме губ посмотрите, как интересно. Оно более бантико. Мегаминов, это склонность от природы. Губки такие более бантико сделаны. Надеюсь, что данный ролик был вам понятен и достаточно разумен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, к какому из типажей вы относитесь, какой ближе всего к вам. Еще раз повторюсь, что это базовые типажи по росту и по основным характеристикам. Когда вы найдете себя в базовых типажах, уже можно будет играться в деталях. Надеюсь, что данный ролик, повторюсь, был вам понятен и вы поблагодарили меня лайком. Подписывайтесь также на мой инстаграм, потому что я там также рассматриваю какие-то детали, выводы, особенности, нюансы. Увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok